Чем я вам могу помочь? Лично Киван и Чарян понимают, в чем проблема Ты снова сможешь стать предводителем тандема Любой изъян исправит, собаку на место поставит Покажет от нагревшего, кто лидер вашей стаи Вы же видите, что я делаю? Вы тоже можете это делать Елена, что вы хотите, чтобы я сделал? Чем вам помочь? Что у вас за проблемы? Ну, у меня единственная проблема – это агрессия страны собаки Собака агрессивно относится к моим родственникам На улице, на площадке, в подъезде К людям? К людям В были случаи, когда он кусал? Вот у меня сына, Оля, укусил, до крови Соседа укусил Соседа тоже укусила? В подъезде А как это случается? Вы идете, он раз, набрасывается случайно Выскочил так же? Выскочил без поводка Сосед заходил в подъезд, он за руку, до крови тоже зашел Сколько ему лет? Ему будет в августе 3 Хорошо Кто он для вас? Сынок младший Почему? Это же собака Ну, не знаю, как ребенка воспринимать Можно, три вопроса Это животное? Или да, или нет? Собака? Да Человек? Нет Вот сейчас вы правильно говорите А зачем вы его считаете человеком? Знаете, ваше поведение создаёт дисбаланс Это одна из первых причин, которые может вести его в такое состояние Чтобы изменить его Вот есть только один Вы должны поменять своё отношение к нему И своё поведение То отношение, которое сейчас вы показываете ему Это отношение привело вас к такой проблеме Чтобы изменить его, сперва надо изменить себя А потом его Это очень легко, если вы сознательно поймёте, о чём я говорю Это примите и сделаете Во-первых, надо избавиться от чувства, что он сынок Вы можете это в себя изменить? Относиться к нему, как к собаке? Ну да, я хочу, чтобы нормально с ним общались все Все кто? Ну, близкие Я даже вот не могу Вот отпуск у меня скоро Я не могу никому его поручить Потому что никто не пойдёт Его не выгуливать, не кормить Потому что он никого не нас принято и не пустит Понимаете, он себя считает главным Он контролирует и вас И это пространство Он здесь лидер Надо, чтобы вы поменялись местами Вы должны взять ответственность на себя Для этого надо избавиться от чувства очеловечивания И от чувства жалости Неумеющего в ваших отношениях Забудьте про это Он не жалеет вас Не жалеет вас Вас же укусило? Он вас не жалеет Сколько раз вы его кормите? Ну, или два, или три Днём, если он кросит, он подойдёт так Почмокает То есть он вам манипулирует Он вам диктует, что делать Ведь получается так, правильно? Вы поймите одно, что собаки с рождения У них в голове стоит природная программа Всё остальное они приобретённые Они приобретают все остальные качества Живя с нами Его природная программа говорит о следующем Я подчиняюсь только лидерам Это их природа Подчиняться тем, кто выше рангом Вы не выше рангом Если он вами манипулирует И говорит вам, что делать А вы делаете Получается, вы член стаи Вы последователь Как он может вас слушаться Если он считает вас ниже рангом? Чтобы он вас подчинялся Вы должны стать выше рангом Первое, что вы должны сделать Забыть про то, что он человек Что вам надо? Чтобы он не набрасывался на людей Чтобы ко мне спокойно могли Приходить люди А он спокойно их воспоминал Да, чтобы спокойно И на улице мне не хотелось бы Чтобы он на всех собак бросался Вы должны ему предложить новый образ жизни Но чтобы вы предложили ему новый образ жизни Вы сами должны жить этим новым образом жизни Только насчёт его Все ваши остальные дела Вы можете делать так, как вы делали То, что относится к нему Именно к нему Нужен новый подход Если хотите исправить его Вы должны играть по моим правилам Если вы согласны, мы начнём Конечно Мне сейчас к нему надо Он привязан? Да Отпустите Мне девчонок увезти Можно в ванну пока спустимся? Я с ним выйду на поводке Вы не переживайте, во-первых Во-вторых Он не должен быть привязан И не должен быть в наморнике Я собаке всегда даю возможность Быть самим собой Если он хочет меня укусить Я эту возможность ему даю Я всегда честен Он должен быть без наморника Без привязи Дадим ему возможность Набрасываться на меня И укусить Он должен понять, что всё-таки Существуют люди, особи Которые более сильные, чем я Это очень агрессивный лай Он сто процентов укусил Сто процентов Я потихонечку запрошу Я потихонечку запрошу Завоевываю его пространство. Представляю свои права на это пространство. Елена, смотрите, я ничего с ним не делаю. Я просто поддерживаю его. Что бы он ни делал, я не отступаю. Видите, как он отступает? Он сдает свои позиции, а я завоевываю территорию его. Вот так. Он сел. Это отлично. Сейчас идет визуальный контакт. Я ему бросаю вызов, прям в глаза. Я предъявляю свое право находиться на этом месте. И я абсолютно спокоен. Я не переживаю, я не боюсь. Он это чувствует. Он должен понять, почему я удивляю. Видите, даже вот эту швабру, которую вы мне дали, она до него не дотрагивает. Я просто удерживаю эту швабру. Удерживаю. Показываю ему, что ничего плохого я тебе не хочу. Я просто, просто хочу, чтобы ты успокоился. Вот он, видите, мое спокойствие. Ему говорит, что у меня нет никаких плохих намерений насчет тебя. Я просто здесь стою. Успокойся. Видите, как он потихонечку успокаивается. Потому что я не отступаю, я не паникую, я не боюсь. Видите, я специально сейчас шваброй касаюсь его. Я показываю, что этот предмет не причинит тебе вреда. Я могу даже этим предметом его поглазить. Вот так. Понимаете, этот предмет в данный момент, как продолжение моей руки. Потому что я его держу. Я ему даю понять, ничего плохого я тебе не желаю, парень. Всего лишь я хочу, чтобы ты успокоился. Просто успокойся. Я это вам объясняю. Я ему это мысленно говорю. Вот так. Видите, как я его глажу? Я его глажу. Вот так. Видите, он успокаивается. Он понимает, что этот человек не пришел причинить мне вред. И он начинает уступать мне своей позиции. Вот так. Видите, как он расслабляется? Вы видите? Я его глажу. Но здесь есть немножко другой момент. Увидев вас, он может наброситься. Вы как поддержка ему. Вот так. Парень, ты молодец, Кай. Ты хороший парень. Хороший парень. Этим я лишь показываю свое доброе намерение к нему. Вот так. Молодец, парень. Молодец. Хорошо. Сейчас также я его глажу новым поводком. Это для него новый поводок. Вот так. Молодец, Кай. Хорошо. Вот так. Я создаю доверие и к себе, и к этому новому предмету. Вот так. Молодец, друг. Вот потихонечку, видите, он пришел абсолютно в другое расположение духа. Абсолютно. Ты молодец, парень. Ты молодец. Хорошо. Абсолютно не переживайте, мы идем к вам, не бойтесь. Вот сейчас, когда он увидел вас, возможно, он сейчас на меня набросится, потому что вы поддержка. Вы сейчас не смотрите на него, сядьте, Елена, просто сядьте. Представьте, что его нет. Я сейчас хочу, чтобы он привык, что здесь могут находиться люди, посторонние люди. А он не должен лавиться, не должен набрасываться. Пусть привыкает. Вы, пожалуйста, расслабьтесь, садитесь. Вы тоже представьте, что его нет. Видите? Он же агрессивный. Видите, какой я спокойный. Лишь опять переживайте за него, правильно? Ой, бедный. Вы поймите, он хочет укусить ваших родственников, ваших друзей, ваших знакомых. Он хочет нанести им наибольший урон. Понимаете? Он никого не жалеет. Почему вы его жалеете? Ведь я ничего плохого с ним не делаю. Я что-то плохое с ним сделал? Сейчас он привыкает ко всему этому. То есть он поднимается на диван, да? Елена, у вас вообще существуют какие-то правила? Есть? Нет? На него нет. Он спит на диван. Вы знаете, что он установил насчет вас и всех людей правила? Он говорит, это все мое. Если кто-то попытается сюда зайти, я укушу. Здесь все мое. А вы никаких правил не установили. В ихней природе без этого никак. Всегда в стае. Вы стаи с ним. Он воспринимает вас как члена стаи. В этом союзе, в этой стае должны существовать правила. К сожалению, установил их он. Надо, чтобы вы устанавливали эти правила. Понимаете? Вы доминантный особый. Вы самое главное. Сперва я бы сейчас хотел, чтобы мы все вместе вышли на улицу. Все вместе погуляли, потому что прогулка создает доверие. Я приехал с моей собакой. Вы говорите, что он набрасывается на собак. Сейчас и этот момент я хочу вам показать, как не он, а вы себя должны как вести. Не он. Вы с ним выходите на улицу в наморднике. Намордник надевайте. Мы не нарушим эту традицию. Также надевайте намордник. Я хотел, чтобы когда я заходил к нему, он был без намордника. Чтобы у него была полная возможность укусить, набрасываться. В наморднике я ограничиваю его действия. А так я не ограничиваю. Я ему даю полную возможность действий. И он должен обязательно проиграть. Лишь только тогда он... Сейчас воспринимите, как он на меня смотрит. Как на авторитетную особь. Он начинает сейчас со мной считаться. Потому что я первый человек в его жизни, который зашел и завоевал его территорию. Который ему предложил успокоиться. Вы всегда нервничали и переживали. Когда нервничаете, вспоминайте саму себя. Вы же врач. Вы же, когда помогаете людям, будьте нервничать. Вас не поверят. Правильно? Вы должны быть абсолютно спокойны, чтобы завоевать доверие и уважение этих людей. Ваших пациентов. Так же и с ним нужно. Не переживайте. Вы ему передаете неуверенность. Вы говорите ему, я не уверен в своих действиях. Действуй сам. Он сам действует. Понимаете? Мы должны начать с вас. Он нормальный парень. У вас к нему отношение неправильное. Пошли, Катя. Видите, какой он? Пошли, Катя. Молодец. Сейчас, окна. Надо, чтобы та собака его понюхала. Поэтому я сделаю так. Я ничего плохого не делаю. Сейчас, наоборот, я снижаю его статус. Вот так. Пусть понюхает. Видите, я ничего не делаю. Я просто его беру. А сейчас пусть он понюхает его. Все должно быть честно. Вот так вы пробовали знакомиться? Нет. Нет. Мы можем встить ее? Давай. Чудо прям. Юль, чудо. Бежит рядом с тобой. Первый раз так? Да. Посадим на место чудо. Видите, что происходит? Сейчас они еще будут играть. Эй! Если сейчас его отпустить и снять намордник, они будут играть. Они же играют. Он не может сейчас обманывать. Собаки очень искренние. Они не могут лгать, как люди. Эй! Нет. Просто давайте снимем вот это. Сейчас подойдет человек, на которого Кайя всегда лает и набрасывается. Посмотрим ее реакцию. А раньше бы он что сделал? И набросывался? Ну, он ему уже кусал. Он всегда на него набрасывался. Вы хоть могли представить, что вы с ним можете играть? По поводу соседа я скажу, что он его вообще не воспринимал. Выходим на площадку, по лестнице идем, и буквально сосед прячется за мусорпровод, когда я иду с ним. Выхожу, вот он спускает сверху. Ты, говорит, одна идешь или с собакой? Он уже боялся, потому что он бросался на него, он его покусал до крови. А сейчас вот он спокойно с ним прошел, он по водке. Что вам надо? Чтобы он не набрасывался на людей? Да, чтобы ко мне спокойно могли приходить люди, а он спокойно их воспринимал. Да, чтобы спокойно. Сейчас смотрите. Представьте, что позвонили. Вот. Это домофон. Правильно? Нет, это уже вред. Уже вред. Идите, открывайте. Рядом, чтобы он был. Никаких слов ему не говорите. Просто идите, откройте. Встречайте любви. И если вдруг он что-то сделает, сразу же он должен быть сзади вас. Вот так. Вот так. Отлично. Можете даже ногой его отодвинуть. Или нахуй. Вот. Отлично. Очень хорошо. Встретили человека? Сейчас вы поворачиваетесь вот в эту сторону, ведете его туда. Вот так. А тот, кто пришел, заходит. Пригласите человека. Зашли. Пусть сядет. А вы пока держите его и контролируйте его. Уже хвостом может, я не знаю, обо всем. Но обычно хвостом никому посторонним ни разу не делаешь. Чтобы не могло. Все меняется. Он готов меняться. Вы готовы меняться? Да. Если да, то будет баланс. Конечно, да. Конечно, да. Елена, зайдите, пожалуйста, сюда. Угу. Пусть позвонит в дверь. Позвонила. Вот так. Так. Сейчас, сейчас. Вы можете обойти его и ему сказать, что это не к тебе. Да. Вот так. Блокируйте его. Блокируйте его. Вот просто, просто смотрите. Вот так. Смотрите. Просто стойте вот так. Он обязательно уступит. Вот и все. Видите, молча. А сейчас открывайте дверь и встретите человека. Юляйте. А сейчас повернитесь к нему и сделайте то, что я вам только сейчас сделаю. Просто стойте перед ним. Вот в этом проходе блокируйте его. Вот так. Блоки правильно держите. Спину тоже можете чуть-чуть. Вот так. Гордая вы. Вы очень уверены на себя. Если он захочет обойти с этой стороны, ваша задача прийти в эту сторону. Блокируйте его. Гости зашли. Вы можете сейчас подойти к ним, но ему здесь предупредить. Нет. 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 Он говорит, что сейчас стоит рядом с вами. Никакой агрессии нет. И он привыкает вести себя так. И вы привыкайте к нему. Елена, установление границ. Давайте. Вот к вам пришли в гости. Вы сейчас пригласите его выйти отсюда. А сейчас повернитесь в нашу сторону. Вот так. Стойте. Где должна быть граница. Вот так. Вот сейчас я вас научу, чтобы вы учили его. Вы сейчас повернетесь, пойдете в эту сторону. Но будете следить за ним. Если он за вами пойдет, вы вот так. Нет. Идете на него. Вытесняйте его с этого пространства. Наша задача, чтобы он там или сел, или лег. А мы сидели спокойно здесь. Возвращайтесь. Следите за ним. Если он пойдет вот на него. Нет. Нет. И не смотрите. Вот пристально не смотрите. Просто к рожкам глаза. Он стоит. Нет. Нет. Назад. Надо. Видите, я когда-то тогда его заблакировал. Вот. Вот. Терпение. Все, он ушел. Вы садитесь, занимаетесь своими делами, разговариваете. Но контролируете его. Если он опять приходит, он имеет право дойти до этой линии. Вот его граница. Видите? Если он пройдет вперед, вы остаетесь. У нас, да? Осанка. Нет. На него и вытесняйте его. Но вы сами не переступайте эту границу. Вы должны ему показать, до какого места он может идти. Он уступил. Вы возвращаетесь, опять продолжайте вашу беседу. Он попробует еще раз это сделать. Еще раз. Потому что он многократно убеждался в том, что он главный. А сейчас вы берете на себя эту ответственность. Опять он пришел. Опять границы нет. Факт в том, что к нам пришли люди, он без привязи, но не набрасываете ничего, это уже хорошо. Вы должны поддержать это. Просто поддержать. А сейчас просто садитесь и давайте общаться. Вдруг, если он придет, делайте то же самое. Проследите за ним. Если он идет, ваша задача встать и остановить границу. Он может дойти прям до этой линии. Дальше не может. И он привыкает к тому, вот он идет, вот сейчас, вот, идите на него. Вытесните его, идите на него. Вот так. Стойте там, отлично. Вот сейчас вы показываете, что сюда нельзя. Я не разрешаю. Я главное, не ты. Чуть-чуть постоите и возвращайтесь. Если он пойдет за вами, сделайте то же самое. Нет. Он прям стоит, прямо на границе. Нет. Елена, когда вы сейчас его воспитываете, когда вы смеетесь или улыбаетесь, он это не всерьез бы вспоминал. Он уступил, ушел, вернитесь. Как вам, Елена? Да, если бы я просто вот это слышала, рассказ, я бы, наверное, не поверила. На самом деле, да. Вы, наверное, чудеса творите. Я лишь просто знаю хорошо собак. Я их изучал долгие годы. Хотя образования нет. Многих это задевает, что у него нет образования, но он так делает. Нет, это, знаете, это как есть педагогия от Бога, так вы, психолог, здесь от Бога, наверное. Спасибо. Видите, сейчас он стоит. То есть он начинает к вам относиться уважительно. Проблема в том, что он вас любит, доверяет, но уважения нет. Это самое худшее, что уважения нет. Сейчас вы начинаете потихонечку заваривать авторитет по уважению. Он должен сесть, потом лечь. Нет, сейчас, вот он сел. Видите, о чем я вам и говорю. Он должен сесть, потом он должен лечь. Потом он... Он сейчас уступает вам своей позиции. Ту же самую границу, вы уже поняли же, как? На кухне, когда вы кушаете. Это очень важный момент. Это очень важные моменты. К сожалению, никто на такие моменты внимания не обращает. Все считают, что если дрессировать собаку, то все будет отлично. Поэтому я не обратилась просто к дрессировщику, а к вам, как в первую очередь к психологу. Вы сейчас поверили в то, что возможно его удивить? Да, конечно. Если я наглядно это вижу. Конечно. Я удивилась, что он с собакой так спокойно подружился. Вообще, просто как не моя собака. До свидания. До свидания. Елена, видите, сейчас он как? Да. По идее, он должен был наброситься на него. Да, за пятки грызть. Не дадим. Паплана, большое спасибо вам. Я думаю, что я не зря надеялась только на вас. Сказали, что мне через Низбедово. Спасибо, что доверились. Очень большое спасибо.